всем привет с вами владимир в этом ролике я хочу рассказать вам о том как нужно строить структуру и именно этот ролик для новичков в атоме представлена бинарная структура и все начинают на одинаковых условиях вы номер один в своем бизнесе когда вы регистрируетесь под вами никого нет и первый человек который регистрируется под вас он становится напрямую вот так вот под вами на самом деле это формируется левая ветка при регистрации партнера первого вашего партнера вы указываете свой айди и система всегда автоматически ставит партнера в левую ветку если левая ветка уже занята то система ставит партнеров правую ветку таким образом под вас можно записать только двух людей следующих партнеров вы точно таким же образом регистрируете под тех партнеров которых вы уже зарегистрировали когда у вас появляется второй партнер то структура перерисовывается и выглядит следующим образом. И здесь уже становится понятно, где ваша левая ветка, где ваша правая ветка. Успех в Атоме во многом зависит от того, насколько в ваших ветках, в левой ветке и в правой ветке существует баланс. И стратегий построения существует несколько, но именно одна стратегия максимально эффективная. И исключения бывают, но в очень редких случаях. Если вы не опытный сетевик, у которого есть большая готовая структура в несколько десятков тысяч людей, или если вы не медийная личность и за вами не выстраивается очередь в десятки тысяч людей, кто хочет зарегистрироваться, если вы такой же, как и мы, обычный человек, то регистрировать всегда нужно по определенной стратегии. Стратегия очень простая. Мы регистрируем всегда партнеров или в левую ветку, или в правую ветку под последнего человека в левой или в правой ветке в левую ветку этого человека. Вот, например, партнер номер один, партнер номер два. Мы хотим зарегистрировать партнера номер три. Мы регистрируем его под нижнего человека в левой ветке в его левую ветку. Получается партнер номер три пошел в левую ветку партнеру номер один. При этом он является нашим партнером на сто процентов И точно так же все партнеры, которых будет регистрировать партнер номер один сам, будут также нашими партнерами на 100%. Теперь, если мы хотим зарегистрировать четвертого человека, мы смотрим, слева у нас уже два человека, соответственно, справа один. И нетрудно догадаться, что стоит четвертого партнера регистрировать в правую ветку. Таким образом, мы регистрируем людей, балансируя наши ветки слева и справа. Поначалу самым главным признаком баланса является количество партнеров, пока вы не можете оценить товарооборот в ветках. Потом вы уже балансируете по товарообороту. При этом регистрировать я рекомендую в обратной пропорции. Что это значит? Если, скажем, например, в вашей левой ветке 70% людей, а в правой ветке 30% людей, то, соответственно, регистрируем в обратном соотношении. 30% людей регистрируем влево и 70% людей регистрируем вправо. Повторюсь, это работает до тех пор, пока вы еще не можете оценить товарооборот. Когда у вас уже пойдет товарооборот, вы баланс в ветках будете оценивать по товарообороту. Далее вы будете оценивать баланс в ветках по вашим лидерам, которые выходят на ранги и так далее. Очень важная рекомендация перед тем, как начать регистрировать людей, сначала разобраться в системе, как все работает. Потратить на это несколько часов, несколько дней, прежде чем сделать первые регистрации. Потому что на первых этапах можно совершить ошибки, которые потом очень сложно или невозможно исправить. Поэтому изучайте материал, смотрите материал на нашем канале и регистрируйте людей уже тогда, когда у вас есть четкое представление, в чем сила этой стратегии. Следующая рекомендация, которую хочу дать, прежде чем регистрировать людей, составьте список. И в этом списке, в приоритете, будут две группы людей. Это ваши самые близкие люди, которым вы желаете добра и счастья. И это потенциальные лидеры. Кто такие потенциальные лидеры? Это люди из вашего окружения, которые вы считаете смогут стать лидерами в этой компании. Либо это могут быть единомышленники. Кто такие единомышленники? Это люди, которые близки к вам по духу и с которыми вы готовы пойти в разведку. Это люди, которые мыслят примерно как вы, у которых ценности схожи с вашими. И если вы для себя нашли что-то в этой компании, вполне вероятно, и они найдут. И с ними вам будет гораздо комфортнее, приятнее и легче строить этот бизнес. Когда вы составили список, в первую очередь регистрируем близких и потенциальных лидеров, чтобы они стали в системе, в вашей системе, в вашей структуре как можно выше. Таким образом, все последующие регистрации, которые вы будете делать, будут идти под них. Например, на нашем примере партнер номер один, допустим, это будет папа. Партнер номер три, допустим, это будет брат. Партнер номер два, допустим, это ваш лучший друг или подруга. И партнер номер четыре, допустим, это ваш коллега. Таким образом. И еще одна рекомендация, если вы регистрируете людей в левую правую ветку, так как левая и правая ветка с друг другом не связаны, то людей из одного круга желательно регистрировать в одну ветку. То есть здесь вот на примере партнер номер один это папа, партнер номер три это брат. Они друг по другам находятся, они друг другу спонсоры и партнеры. Так как их круги общения пересекаются, они будут заинтересованы в росте и развитии друг друга и будут друг другу помогать. А если бы они были в параллельных ветках, то мог бы присутствовать элемент соперничества. И то же самое здесь, допустим, ваш лучший друг и ваш коллега, вы, может быть, все вместе втроем работаете. И так как они друг другу тоже коллеги, знакомые, друзья, работают друг с другом, также пересекаются круг общения, также смогут друг друга поддерживать и помогать. Почему? Потому что все люди, которые будут регистрировать партнер номер четыре, они будут также с партнерами партнера номер два на сто процентов. А теперь давайте разберем, в чем основные принципы и плюсы этой стратегии построения. Во-первых, мы никому не строим вторую ветку. У всех ваших партнеров, так же как у вас, есть вторая ветка, левая и правая. Мы всегда ставим только в левую ветку под последнего человека, который находится или слева, или справа. Таким образом, если кто-то из партнеров захочет работать, то он начнет строить свою ветку сам. То есть мы строим вот такие колбаски, паровозики, сосиски, называйте как хотите, друг по другам. Таким образом, то есть партнеры номер, допустим, это пять, семь и девять. Допустим, это первые десять человек, которых мы зарегистрировали. Вот так вот поочередно. Следующим образом. Теперь, в чем здесь плюсы? Во-первых, каждой последующей регистрации мы помогаем всем партнерам, которых мы уже зарегистрировали. Люди видят, как у них растет структура, как вы ставите им людей, при этом они еще не успели ничего сделать. И у многих людей появляется понимание, что если он начнет что-то делать, сам строить структуру, то у него начнет все расти еще быстрее. И здесь действительно можно заработать. Это мотивирует многих людей на действие. Во-вторых, когда человек видит, что у него растет структура, навряд ли он будет жаловаться или что-то предъявлять вам. И с этим человеком вы сможете строить бизнес до самого конца. Ключевым плюсом здесь является то, что все партнеры слева связаны друг с другом. И когда кто-то снизу начнет работать, генерировая товарооборот, весь этот товарооборот пойдет в учет всем людям, которые находятся наверху. И если этот человек начнет выходить на ранги, он буквально будет толкать людей, вверх стоящих на ранге. И нижнему человеку работать всегда тяжелее. Еще одна рекомендация, никогда не останавливайтесь в регистрациях. Наш бизнес построен не на том, чтобы нужно зарегистрировать только двух людей. Наш бизнес построен на том, что мы должны зарегистрировать всех, всех, кого сможем. И каждая регистрация будет бесценно для всех партнеров, которых мы уже зарегистрировали. Ведь любой человек здесь может стать большим лидером, если он найдет для себя компанией то, что искал. Если он приобретет видение, цели, мечты, желания. А компания даст все остальное. Строите структуру колбасками, паровозиками, друг за другом, слева, справа. Если вам что-то непонятно, обращайтесь к вашим вышестоящим спонсорам. Потому что лучше разобраться, как это строить, чем потом исправлять ошибки. И очень часто ошибки в построении структуры исправить уже невозможно. Мы бы не достигли тех результатов, которых мы достигли сегодня, если бы мы строили структуру иначе. Именно благодаря такому построению структуры можно добиваться максимальных результатов, максимально быстро и эффективно. Как я сказал, есть еще несколько исключений и есть несколько различных кейсов, которые можно разобрать, но это тема уже для отдельного видео. А пока желаю вам большого количества регистраций, строите структуру и добивайтесь успеха вместе с Atomi.